Приветствую всех металлистов на моем канале. Подходит к завершению год, пытаюсь его догнать. Думаю в декабре выйти на декабрь все-таки получится. Ну а сегодня у нас май и июнь. Начнем. Septic Flash Modern Primitive. Безумно люблю эту группу, которая ни разу меня не разочаровала, начиная как минимум с такого неоднозначного для многих поклонников альбома Revolution DNA. Вышел он еще в далеком 1999 году. Считаю это был великолепный эксперимент. А уж какие шедевры последовали за тем, один лучше другого. И провала на самом деле я мог ожидать от кого угодно, но только не от этих легендарных греков. Настолько они приучили к отличным релизам. А вот случился облом. Такой безликой работы я у них наверное еще никогда не слышал. Единственное положительное что здесь есть и теряется среди остальных тем это Desert Tron. В общем вполне достойная. Еще не Орменсер, быть может. Но внимательно послушав ее, понимаю что композиция сплошь состоит из собственных же заимствований. Modern Primitive как бы продолжает музыку предшественников Кодекс Омега и Титан. Иногда даже слишком копируя какие-то рифы, фрагменты. Но насколько же гениален был Кодекс Омега и как прямолинеен и не музыкален его последователь. Абсолютно невыразительные однотипные симфонические аранжировки. Частично опять же взятые с прошлых релизов и при этом сильно упрощенные. В то время как я всегда был уверен что Кристос Антонио не способен написать плохие симфонические партии. Настолько он был безупречен в своем музыкальном креативе. Всегда. И в целом мелодии в памяти мало что остается. Только отдельные короткие фрагменты. А вот чтобы какой-то трек от начала и до конца впечатлил, то навряд ли. Вообще каждый элемент музыки Септик Флэш всегда был чем-то особенным. Звучал по особенному. Но свежательно словно отражает свое название. Я послушал его несколько раз. Пытался убедить себя в ошибочности мнения. Но мне по прежнему кажется это самый слабый альбом в дискографии Септик Флэш. Как если бы они его собрали из выбракованных при записи прошлого релиза материалов. И если бы не композиция Desert Throne. Я бы сказал что альбом и вовсе ужасен. Конечно я не могу говорить за всех. Но считать что это отличная работа. Скорее всего может тот кто не слышал предыдущих альбомов. То есть кто впервые познакомился с группой именно на этом релизе. На мое мнение Септик Флэш вошли в творческий кризис. Это ходьба на месте. Но я очень надеюсь что такая история не станет затяжной. Еще один слабачок месяца шведы Эвергрей. Что вовсе меня не удивило. Группа и так сделала два подряд отличных альбома. The Atlantic и Phoenix Escape. Это при своей то хронической нестабильности. Да еще за такой короткий срок. И вот уже снова очередная работа. Чтобы вы понимали три альбома за пять лет. Эвергрей не те ребята которые всегда делают отличники. Говорил я об этом и ранее. Бывало что и два три подряд слабеньких запишут. А тут прямо разошлись в темпах. Возможно стоит немножко притормозить и несколько подольше подумать над музыкой. Но тем не менее претензий я к ним никаких не имею. Мне пока достаточно наслаждаться двумя упомянутыми выше релизами. Еще вполне себе свежими и полными отличных идей. Новинка это набор композиций от некудышных до средних. Слушая которые откровенно скучаешь. Более менее понравились только Midwinter Calls и The Great Unwashed своим эпическим вступлением. Вообще группа может намного лучше. Но видимо на данном релизе они решили отдохнуть. И в этот раз я солидарен с оценками западных критиков которые тоже альбом оценили невысоко. Посмотрим что получится через пару лет. Предполагаю что дольше ждать не придется. Star Chaser. Это дебютный альбом шведской группы. Но состоит она совсем не из новичков. А музыкантов уже игравших в разных коллективах. В том числе Wolf. И то что это совсем не новички в музыке. Чувствуется сразу когда начинает звучать одноименная композиция. После интро. Это Heavy Prog Metal очень высокого уровня. Причем такой утяжеленный. С хорошим упором на гитарный звук. Минимум половины альбома абсолютные хиты. Которые можно переслушивать многократно. В Heavy Metal альбом мне кажется просто вне конкуренции за эти два месяца. Так что очень рекомендую всем кто любит не экстремальную музыку. Ибараки. Проект Мэтта Хэфи из Тривиум. И сказано о нем было немало еще наверное за год до самой реализации. Планировался он как Black Metal проект с привлечением очень известных в этой музыке личностей. И зная что Мэтт в действительности отличный мастер в мелодике, я ожидал стоящего материала. Интересного. Проект основан на японских сказаниях, мифах и прочих таких фольклорных вещах. Тяга Мэтта к своим корням проявлялась и ранее. Достаточно вспомнить альбом Тривиум Сёгун. Ну и вот теперь и Бараки. Снова японская тема. В нем приняли участие Ишан из Эмпера, Ниргал из Бегемот и самое неожиданное это Джерард Вейд из Chemical Romance. Уж как он впишется в Black Metal проект сложно было представить. Но в нашей достаточно пестрой металлической современности бывает все что угодно, как показало время. И многому уже перестали удивляться. Кстати, быть может именно ввиду этого самого все возможно, назовем его так музыкального либерализма, нынче все сильнее стали ценить классические метал стили в их первозданном чистом виде. Но в то же время, согласитесь, в творчестве существовать должно все, даже самые извращенные музыкальные формы. Дабы можно было сравнить и сделать для себя те или иные выводы. Ну что же, начнем с того, что это никакой не Black Metal. Скорее это опять же Metalcore присущий Тривиум. За исключением темы Акуму, которая более всего отвечает определению Black Metal. И то лишь фрагментами. И еще Сасуну Но Кимото с Ишаном. Также фрагментами. А самая в ней лично непонятная тема как раз именно с Джерардом Вэем. Аж 9 минут. В ней ни музыки, ни содержания. В общем, непонятно что. В итоге, ничего значительного проект из себя не представляет. Думаю, забудут его очень быстро. А многие и не заметят вовсе. Даркан. Шведская мелодика Death Metal группа. 10 лет не было альбома и вот. Честно говоря, его маленько подзасрали в некоторых ревью зарубежных. Хотя, на мой взгляд, альбом вполне неплох. И не стоит проходить мимо. По крайней мере, в Melodic Death Metal мне лучше ничего в эти два месяца не попалось. Как раз именно Даркан сделали наиболее заметную в этом стиле работу. Мелодик Death с элементами прогрессива, треш метал местами. Вот чтобы прямо плохих композиций я не услышал. Есть очень удачные темы, есть середнячки. В целом, не заскорузлое звучание. Материал не без качественной мелодики. Так что ознакомьтесь. Sadist. Это известная итальянская прогресс-метал группа. Хотя, впрочем, иногда их материал достаточно сложно подвести под какое-то конкретное определение. В 90-х записывали свои лучшие работы. Хотя, наверное, и в новое тысячелетие что-то тоже припоминается довольно неплохое. Но вот этот альбом я, честно сказать, не понял. Почти никаких впечатлений. Burial of a Clow это то единственное, наверное, что мне здесь понравилось. Все остальное как-то серенько, просто, быть может, не для моего ума. Не знаю. Выразительности почти нет никакой. Хотя, группа очень оригинальная и всегда обладала таким незаурядным талантом. Но, наверное, как и всех талантливых людей, их периодически заносит не в те дебри. Джеймс Ля Бри. Человек, который не нуждается в представлении. Человек, умеющий делать свои сольники, зачастую не хуже, по общим впечатлениям, чем то, что делает в основной группе. Но в этом году, я бы сказал, совершенно не ожидал услышать то, что в нем услышал. Во-первых, альбом максимально не металлический. Я бы сказал, в большей степени даже не роковый. Много каких-то невменяемых блюзовых мотивов. А я блюз вообще органически не перевариваю, не для меня это. Музыка альбома предельно лайтовая, но даже не это стало для меня неприятным сюрпризом, а то, что Джеймс не сподобился сделать ни одной цепляющей мелодии. Тем более, знаю, какие у него были сольники, если вы их слышали. Если нет, то обязательно знакомьтесь. А Beautiful Shade of Grey явно худший. Я бы даже сказал, хуже некуда. Очень жаль. Malevolence Ну да, неплохой альбом, но слыхал ей намного лучше. А потому занимать лишнее место в и без того огромной фонотеке смысла не вижу. Для меня это работа из той категории, которой ставится в проигрыватель только один раз, а затем попадает на интернет-площадки по продаже бэушных дисков. По сути, Malevolence это представители второго или даже третьего эшелона в данном стиле, и пока ни на что большее по истечении трех релизов, на мое мнение, не претендуют. Для себя я здесь не нашел даже одной композиции, которая могла бы попасть в сборник. Знаете, как бывает, альбом у той или иной группы очень посредственный, и вдруг среди набора малозначительных композиций попадает одна, что называется шедевр. Однако релиз под названием Malicious Intent не входит в это число. Lord Belial. Некогда очень перспективная Black Metal группа из Швеции. И хотелось бы мне сказать что-то хорошее о новом альбоме, но не могу. Во-первых, говеный звук. Но это полбеды. Сам материал до такой степени затасканный, что хочется материться. Black Metal – это мрачный, выразительный и величественный стиль. Здесь же беспросветная скука. Хотя вполне может быть, что кому-то понравится. Я знаю, есть очень много слушателей, которые собирают альбомы, как две капли воды похожие друг на друга. А может быть они слышат то, чего не слышу я. Этого тоже не исключаю. Зато со своей стороны я здесь услышал некоторые заимствования. Например, в композиции Evil Incarnate имеются фишки Emperor из альбома Nine Equilibrium. Уж простите, из какого конкретного трека сейчас не припомню. Если бы данный альбом вышел в конце 90-х или начале 2000-х, это был бы провал. Но учитывая современный уровень стиля и то, как редко выходят отличные альбомы, то вполне удобоваримо. Да и надо сказать, что прошлые два месяца меня поднасытили действительно хорошими Black Metal работами. Так что этот определенно могу назвать очень слабым. Уркрафт. Датская группа, играющая Death Metal с элементами треш-метала и вокальным сочетанием Growla и Groove. Альбом получился не хуже, чем у многих других, с отличным звуком, но лично мне этого мало. Здесь ничего не запоминается. А в этом для меня смысл музыки как таковой. Когда ты послушал альбом и он остался у тебя в голове. Или же оставил много вопросов и ты чувствуешь, что снова к нему вернешься. А вот когда ты всеми силами пытаешься его впихнуть в голову бесконечными прогонами и это не дает никакого результата, значит данный альбом не для тебя. Вот и здесь. Материал очень пресный. Правильный, но пресный. Буквально в каждой композиции чего-то не достает. Когда релиз во всех отношениях отстойный, то туда ему и дорога. А вот в случае с Уркрафт какое-то обидное ощущение. Неплохо и нехорошо. Очень надеюсь, что в следующий раз получится что-то стоящее того, чтобы оставить альбом в фонотеке. Депрест мод. У данной финской фюнерал-дом группы был 13-летний перерыв и за это время их музыка заметно изменилась. Группа сильно расширила вокальный спектр, в котором теперь наряду с утробным гроулом есть чистый мужской и женский голоса. В целом охарактеризовать единым стилем теперь их не получается. Здесь есть и классический дом, и фюнерал, и готика, и дэв, и симфонизмы. Все это в миксе отлично звучит. Интересная качественная работа. Не скажу, что чем-то уникально, но сейчас таких очень мало. Это заметный отсыл к славным 90-м, началу 2000-х. Поэтому подобная музыка многими воспринимается уже как некая архаика. Мне здесь больше всего понравились первые две темы. Это Deathvox Among Us и актуальная сейчас Endless November. В остальном просто крепкие композиции, которые несомненно могли бы быть еще лучше. Но это все равно достойный релиз. Cave Inn. Американская Sludge Stoner Post Metal группа. Отличная работа, слушается с удовольствием от начала до конца. Особенно, когда устаешь от самых традиционных и распространенных стилей. Мне очень нравится этот характерный для Stoner массивный саунд с таким акцентом на бас. Альбом покорил уже первыми двумя композициями New Reality и Blood Splitter. Но и дальше было не хуже. Великолепный Амарантин, Searches of Hell, Nightmare Eyes и 12-минутная Weavering Angel. Композиции не прямолинейны, полны отменных переходов, делающих в целом эту работу в творческом плане очень богатой. Отличная вокальная работа в соединении чистого голоса и грува. И мне кажется, что этот альбом должен понравиться поклонникам Mastodon в том числе. Данный релиз необходимо выделить не только за талантливую музыку, но и за то, что он необычен в засилии дескоров, металкоров и прочих коров. Это совсем другая стихия. Мои наилучшие рекомендации. Blit From Within Буду повторяться снова. Музыканты же не стесняются повторяться. Вот и мне тоже не стыдно. В Metal Core и Death Core все уже давно заездили на нет. Музыкантам этих стилей просто необходимо работать над какими-то оригинальными структурами, нестандартными ходами, даже экспериментальными, как бы крамольно не прозвучало. Это все равно будет намного интереснее, это будет обсуждаемо, это резонансно, к этому многократно возвращаешься, это переосмысливаешь с годами, быть может. Я могу вспомнить множество отличных экспериментальных работ, где группы попытались сделать что-то иначе, как Endorama Creator, Projector Dark Tranquility, Wild Honey Tiamat, Revolution DNA, Septic Flash. Многими ненавистные работы, но их помнят все или почти все. В них музыканты осваивали новые горизонты и эти работы затем полюбили многие из тех, кто их поначалу ненавидел. Но вот в таком материале, который представлен на альбоме Shrine, который кстати был высоко оценен в прессе, тут обсуждать нечего, потому что в нем слышишь то, что слышал тысячу раз и что уже давно не вызывает ничего, кроме зевоты. Я понимаю, кто-то скажет, должна быть и стабильность, стилистическая стойкость, но ведь стиль нужно развивать, иначе пропадает смысл в появлении других групп, снимающих как через кальку то, что написано до них. Это то, что не вспомнит никто уже к концу года, несмотря на добротность. Альбом пройдет незаметно, причем даже для тех, кто оценил его высоко, просто для галочки на сайте. Это попса, если вы меня правильно понимаете. 7th Wonder Рок-пауэр группа, в которой поет Томми Каревик, ставшая известным широкой публике после смены Роя Кана на посту фронтмена Камелот. На самом деле отличный вокалист, а вот его группа так себе. И я вижу насколько огромна прорва в творческом таланте между 7th Wonder и Камелот. Насколько яркий композиция исполняет Томми в группе Томаса Янгблода, и насколько неказисты песни его изначального коллектива. Хотя теперь уже и не поймешь какая из них для него главная. Новый альбом 7th Wonder максимально посредственен, и мне просто нечего о нем сказать. Во всяком случае хорошего. Очень слабо и ни одного хита. All Things Fallen Это шведская прок хэви метал группа, их второй альбом. Очень мелодичный материал с достойными композициями. От 5 до 8 минут продолжительностью. Возможно это не совсем тот вариант прок хэви метал, который мне нравится особенно, то есть более гитарно ориентированный. Здесь он, я бы сказал, такой более харден хэви, с легкими симфонизмами, меланхолией и даже налетом готичности. Как минимум в композиции Pandemonium. Талантливость композиции в целом не отнять. Плюс отличный вокал. Как итог, замечательный продукт, который приятно слушать. Creator. Легенда трэш металла, последняя работа которой совсем меня не порадовала. Я имею ввиду Gods of Violence. Все как под копирку стало. Хороших соло Милли и компания перестали заморачиваться, ограничившись коллекцией собственных шаблонов. Я очень уважаю, люблю Creator, несмотря на такие огорчения периодические. И особенно уважаю за то, что заслуги группы не остались где-то в далеком прошлом. А на самом деле им есть чем гордиться и в прошлом совсем недавнем. Как тот же, например, Phantom Antichrist, который я могу переслушивать бесконечно. Но первые же аккорды одноименной темы Hate Uber Alice заставили меня поморщиться. А на четвертой композиции альбома мне хотелось даже его выключить. Настолько все изъезжено. Вот эти припевы, которые, кажется, не меняются десятилетиями. На фталиновые гитарные ходы, ритмы. И казалось, что новинка будет не лучше, а может быть даже хуже, чем прошлый альбом. Однако с пятой темой Stronger So The Strong я наконец-то услышал что-то реально стоящее. Отличная композиция, хитовая, слушается с удовольствием и несколько раз подряд. Потом уже для меня стало ясно, что самый отстой собрался в начале альбома. Это, кстати, главный его минус. Вот такая скучковность проходных тем. А все лучшее начинается с середины. Например, как бы довольно проходная Conquer and Destroy. Но спасает ее припев в конце. Очень жаль, что первую половину композиции не смогли сделать интереснее. Хороша Midnight Sun. С одной стороны, как будто бы ничего нового поначалу. Но женские партии, которые спела София Партнет, немецкая поп-певица, очень необычны. Как в целом в рамках музыки Creator, так и само исполнение, мелодика этих партий. Таких я точно нигде не слышал. Оригинальное решение и звучит действительно отлично. В том числе и в части припева. Demonic Future самый что ни на есть шаблон. От начала и до конца. Но в принципе слушабельные. Во всяком случае намного лучше, чем первые четыре темы альбома. Pride Comes Before The Fall. Великолепное начало, отличное соло в композиции. Но оно быстро вливается в русло такого шаблонного трэша. И недостаточно раскрывается, мне кажется. Но тем не менее композиция на самом деле хороша. Обидно за то, что она могла стать еще лучше. Финальная тема Dying Planet мне понравилась. Необычно, не характерна для группы. Своей размеренности, атмосферы, с долей прогрессива, с неожиданным развитием. Такого рода композиции демонстрируют, что отличная идея группы по-прежнему есть. Но ощущение какой-то незавершенности или недоработанности не раз посещало меня на этом альбоме. Альбоме с очень большим потенциалом. Но не воплощенным где-то наполовину, наверное. И при всем, что я сказал, альбом все равно удался. И я его приобрел. При ряде минусов в нем есть что послушать. Он определенно лучше прошлого релиза. И те музыкальные идеи, которые группа привнесла в данную работу, пусть в моем субъективном восприятии не везде доведенные до соответствующего уровня, дарят мне уверенность, что креаторы еще не раз порадуют нас работами, в которых будет место не только шаблоном. Black Void Глядя на обложку, можно подумать, что это чистый black metal. Но не совсем так. Это группа проект вокалиста Борк Нагар Ларса Недланда. И это первый альбом. Кстати, данный проект создан как противоположность еще одного Ларса, его название White Void. И музыка там очень лайтовая, где звучит чистый разливистый вокал. Логотипы у обоих проектов похожи и также врисованы в форму ромба. Думаю, несложно было бы сразу догадаться, что Black Void и по названию, и по своей обложке представляет собой уже совсем другую категорию музыки. Лирика данного релиза строится на основе философии Фридриха Ницше. Музыкально это такое смешение black metal и панк-рока. Плюс немножечко домешки незначительные heavy metal. Что-то отчасти схожее я встречал только у Dark Throne. Был у них период, когда они казалось буквально глумятся над black metal. Но не поймите превратно, здесь никакого глумления, а абсолютно интереснейший гибрид получился. Такая припанкованная уместная небрежность звучания, постоянно переходящая в нечто более изящное и обратно. И так на протяжении всего альбома, который буквально дышит энергетикой в каждой своей композиции. Это лучшее смешение панка и блэйка, что я слышал в своей жизни. Даже представить не мог, что он будет так круто звучать. Но, естественно, это еще нужно суметь, так чтобы музыка не была раздолбайской. Нужна верная дозировка всего. Соответствующие аранжировки, вокал. И у Ларса все получилось превосходно. Я даже не заметил, как часто стал переслушивать данный альбом, в итоге затмивший все, что вышло за эти два месяца. Несколько расстроило только качество звука. Ну, может быть, такого музыканты и добивались. Подстать самому материалу, в котором много сырости. Еще раз повторюсь, очень гармоничная комбинация стилей. Сделана максимально профессионально и талантливо. Мне безумно понравилось. Это, наверное, самый оригинальный альбом двух месяцев. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до следующих обзоров.